Секлитова Стрельникова «Душа и тайна её строения. Мыслеформы». Работая, человеческий мозг образует мыслеформы. Они действительно создаются мыслью в тонком мире. Да. Каким образом они создаются мыслью? С точки зрения механики и физики, это очень сложный процесс. Можно ли считать мыслеформы человека отходами его процесса мышления? Можно считать и так. Любая ли мысль способна создавать мыслеформу? Ведь имеются очень слабые мысли. Абсолютно каждая мысль образует мыслеформу. Но сильна ли она и долго ли будет существовать в тонком мире, зависит от энергии самих мыслей, от энергетичности самого человека. Если у него слабая энергетика и слабые мысли, это бывает у слаборазвитых, то и созданные им мыслеформы быстро рассеются. Например, у деградирующих личностей со слабым интеллектом мыслеформы сразу же рассеиваются, а могут и вообще не сформироваться в некоторую конкретную форму. Настолько слаба их мысль в действии, в способности лепить форму. Если же человек немного выше по развитию энергетики, мысль концентрирует образ в устойчивую форму и держится дольше. Но всё равно со временем она тоже рассеивается. У высокоэнергетичных людей мыслеформы группируются уже в отдельные энергетические банки. Какой вид мысли имеют самую высокую энергетику? Мысли о космосе, об иерархических мирах. Все космические знания относятся к высшим знаниям и обладают самой сильной энергетикой. Все материальные мысли относятся к низкому типу энергий. Способны ли мыслеформы проявлять себя как личности в физическом мире? Нет, в физическом не способны, а в тонком могут. Могут ли они командовать потом человеком или вмешиваться в его жизнь? Нет, мыслеформы не способны воздействовать на физический мир. Для этого им не хватит энергии. Поэтому и в тонком мире они живут недолго и затем обязательно распадаются. Почему мыслеформы способны действовать в тонком мире? Ведь у них нет ни души, ни программы. Человек создаёт игрушки из физической материи и на основе простых законов механики приводит их в движение. Они тоже способны двигаться самостоятельно, получив от человека какой-то первоначальный импульс. Также и создавая из тонкой материи мыслеформу, он способен на основе законов мышления закладывать в неё тоже механизм движения и самодействия на какой-то период времени. Человек в ходе мыслительной работы производит энергию. И в то же время мыслеформы являются тоже производными от этого процесса. Какая разница между ними? Или это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Хотя часто человек принимает мыслеформы за ту энергию, которая производится в ходе интеллектуальной работы. Но различие между ними такое же, как, допустим, между тепловой энергией, которую производит человек при механической работе, создавая скульптуру. Он работает. При этом мышцами выделяется тепловая энергия. А то, что он делает на основе механического процесса, скульптура, это продукт деятельности. И он создан с помощью вовлечения в данную форму другой материи. Также и мыслеформы представляют собой продукт, сформированный на основе вовлечения в образ в мыслеформу другой тонкой материи. Из какой материи создается мыслеформа? Из эфирной или более тонкой? В процессе мыслеобразования участвуют все временные оболочки человека. Какие-то в большей степени работают, какие-то в меньшей. Поэтому мыслеформа неоднородна по своей структуре. Ее составляют разные типы энергий. Следовательно, в момент создания мыслеформы участвуют все оболочки, вплоть до ментальной. Да, поэтому, имея полный набор качественных энергий, они и дают о себе знать, как живые существа. Они обладают энергетикой, которую вложил в них человек и которая позволяет им действовать и проявлять себя. По какой причине мысль человека создает мыслеформы? Ведь человек мог бы в процессе мышления создавать не какие-то формы, а просто излучать энергию. Человек как видит все в материальном мире, так и воспроизводит это мысленно. Иначе он не может. В астрале же он будет видеть уже по-другому. И поэтому будет думать не мыслеформами, а конкретно импульсами. Еще выше – цифрами. Там процесс мыслеобразования усложняется. А производная процесса мышления изменяется? Да, там тоньше мир, а в земном все очень грубо. Естественно, что в тонком плане все меняется. Но в физическом мире то, что человек видит наяву, то он и представляет мысленно. Мыслеформа – отображение вашего мира. Только так индивид способен что-либо понять и осознать, пропустив увиденное через призму своего сознания. И больше на данной ступени развития он никак не может что-либо осознать. Как, например, он может понять конкретную цифру? Ее же ему надо сначала расшифровать. Процесс мыслеобразования зависит от того мира, в котором находится душа. Да, именно так. Следовательно, на ментальном плане процесс мышления у души совершенно другой будет. На ментальном идет уже расшифровка. Какие мыслеформы у Земли, если она тоже способна мыслить? Или это тучи, шаровые молнии? Нет, ее мыслеформы не видны. Но они аналогичны человеческим мыслеформам? Аналогичны, но они формируются в ее конструктивных данных, то есть по ее оболочкам. Физический мир весь однотипен. Земля тоже обладает непостоянными оболочками, как и человек. Точно так же идет у нее и построение мысли. Типы мышления. Существует множество типов мышления. У каждого живого существа свой тип мышления. В каждом мире процессы мышления протекают в соответствии с формой, видом существа, материи, из которой оно состоит, целью мыслительного аппарата. Например, цель мышления человека одна, цель мышления высших сутей другая, у животного третья и так далее. И самое главное, на тип мышления влияет тот иерархический уровень, которому принадлежит существо. В нижних уровнях существуют примитивные типы мышления, в средних – более совершенные, и на самых высоких ступенях иерархии располагаются самые совершенные формы мышления. Раньше, до определенного момента времени, считали, что человеку присущ только один вид мышления, на основе которого он с помощью всевозможных биоэлектрических и химических реакций мозга он смог преобразовывать и физическую материю. Но более поздние изыскания мыслей доказали, что даже человеку свойственен не один тип мышления, а несколько, то есть некоторое сочетание типов, обусловленное работой не только в грубой материи, но и в тонкой. Тип мышления живого существа диктует материя, форма, цель и уровень развития. Попробуем выяснить что-нибудь новое о мышлении самого человека и других известных нам форм существования. Какие типы мышления присущи человеку? Наиболее распространенные – образно-словесные. Менее распространены – телепатическое и космическое. Образное является прерывистым. Обычный человек всегда мыслит дискретно. Телепатическое, хотя и присуще немногим людям на Земле, но тоже относится к прерывистому типу мышления, то есть дискретному. Оно идет уже не через образы, а понятия. И космический тип мышления может быть на первой ступени дискретным, на второй – непрерывным. Для сравнения, можно ли узнать, какое мышление у определителей? Они живут в тонком мире, поэтому те физические процессы, которые происходят при мышлении у человека, уже непригодны в использовании их мыслительного аппарата. У них отсутствует такая сигнальная система, как нервная, и у них отсутствует такой физический аппарат, как мозг. Но у них есть свой мыслительный аппарат, более усовершенствованный и модернизированный, так как любая тонкая материя дает множество преимуществ в развитии по сравнению с физической. Поэтому и определители обладают множеством типов мышления. По сравнению с человеком у них сверхмышление. В чем оно заключается? В объемности, но, конечно, не трехмерной, как у людей, а многомерной, так как его мышление существует сразу в нескольких измерениях. Ему свойственно параллельное мышление, то есть он может думать сразу о многом. И в отличие от людей, мышление его беспрерывное, так как его работа в том и состоит, чтобы постоянно думать. Лежат ли в основе мышления определителей ядерные реакции, как, например, у Солнца? Никаких реакций у них нет. Реакции протекают в физической материи, а то, что происходит у них, относится к процессам тонкого плана, физика которого людям неизвестна. Какие преимущества дает непрерывное мышление по сравнению с прерывистым? Преимущества огромны. Образуется больше энергии в процессе мышления. Определители, как и человек, в ходе мыслеобразования тоже производят энергию. Да, в этом их процесс аналогичен. Но человек в результате своего дискретного мышления не дорабатывает тот потенциал, на который был рассчитан. Вы сказали, что люди тоже обладают непрерывным мышлением. Да, некоторые, но их не так уж много. Как отличить их от обычных людей? Распознать их среди простых людей по внешним признакам человеку невозможно. Внешне они выглядят, как и все остальные. Только на тонком плане можно обнаружить их мощное энергоизлучение мозга. Каким образом они достигли непрерывного мышления? Упорной работой над собой. Непрерывное мышление происходит у них за счет получаемого от определителя большого потока энергии, который они перерабатывают в процессе интеллектуальной деятельности. У этих людей в мышлении тоже участвует мозг и импульсное кольцо. У них несколько другая конструкция, и поэтому над их головой работает не кольцо, а диск, вроде такого, как у ваших компьютеров. Диск вращается с огромной скоростью. На сколько процентов задействован у них в работе мозг? На 30%. Изменится ли что-нибудь в мышлении человека в будущем? Да, обязательно. Все должно прогрессировать, и тем более тип мышления. Новое время диктует вовлечение в процесс мышления новых областей мозга, что повысит его коэффициент полезного действия. Многое изменится и в тонких конструкциях. Человек будущего будет представлять улучшенную модификацию современного человека. И мы ставим цель – задействовать его мозг в работу не на 6%, как сейчас, а на 90%. Человек должен наверстать упущенное. Он будет обладать фигуральным мышлением. Но основные изменения мышлений произойдут на тонком плане. Нет, фигуральное мышление остается на материальном уровне. В физическом мозгу откроется один дополнительный блок. Что оно собой представляет? Фигуральное мышление – это работа с объемными образами. Будущий человек будет мыслить гораздо быстрее, чем современный. Представьте себе, если в период умственной работы воспринимать информацию не через словесное сочетание, а в виде объемных картин, включающих действия, реакции, процессы, то начинаешь лучше и быстрее понимать смысл увиденного. Человек будет читать и думать по-другому, исключая словесную форму познания. Словесная форма хуже для человека, так как затрудняет восприятие. Правда, человек мышление с помощью словесных выражений тоже называет образным, но это немножко не то, так как любой образ у него в мозгу возникает после того, как будет выражен в словесном виде. А для этого задействуются дополнительные процессы. Сложение слов из букв, из букв, а букв из цифр, а цифр из энергии. При фигуральном типе мышления процесс мыслеобразования минует слова и буквы. Он пойдет сразу от чисел к образу. То есть промежуточный этап буквы-слова в цепочке, цифры-буквы-слова-образы будет удален, и мышление пойдет по более короткому пути. Цифры-образы. В этом различие образного мышления современного человека и человека будущего. Какова трансформация мышления на ступенях эволюции выше уровня определителей? Выше преобладает энергетическое мышление. Энергия разделяется на определенные вибрации, частоты. Частота, опять же, разделяется на определенный состав. Идет все дальше и дальше вглубь материи. И манипулирование в мышлении высших осуществляется сначала частотами, цифрами, затем самими частицами энергии. Происходит овладение в мыслительном процессе все более и более тонкими энергиями и их составляющими частицами. В чем заключается световой уровень мышления у высших личностей? Это как раз и есть тип мышления на уровне квантовых частиц. Мыслительный процесс оперирует частицами энергии. Человеку этот тип мышления не свойственен, даже если он достигнет сотого уровня на Земле. Конечно, нет. Для такого мышления требуется особое, тонкое строение. А определители владеют световым мышлением? Нет. Этот тип мышления характерен для всех высших сутей, которые мыслят уже через цифры и импульсы. Естественно, что раскладка любого цвета у них получается цифровая. То есть, любой цвет они могут разложить на цифры, которые дают им конкретные понятия. Определители еще цвета не раскладывают на числовой ряд, дающий требуемую информацию. Значит, сначала необходимо овладеть цифровым мышлением. Да, а на основе него развивается уже более высокий тип мышления – световой. Все ли энергетические сути обладают такими способностями – сверхскоростного светового мышления? Чем выше суть, тем большими способностями она обладает. На высших уровнях иерархии именно такое мышление. Чем ближе к вершине пирамиды, тем совершеннее форма мышления. Это то, что развивается бесконечно, в отличие, например, от чувств, которые совершенствуются только на земном плане. А если человеческая душа постепенно прогрессирует, то развивает ли она в себе качества, необходимые для открытия светового мышления в ней? Нет. А когда душа человека заканчивает свое развитие на земном плане и попадает в ваш мир, она начинает владеть световым мышлением, если, например, пройдет в развитии уровней 4-5? Нет-нет. Таким типом мышления индивид начинает обладать где-то с середины иерархии. А до этого, начиная от ее нижнего уровня, он должен, совершенствуясь, построить себя сам. Личность строит себя сама через процессы прогрессирования, которые она выбирает. Поэтому она постепенно формирует свою основу, на которой впоследствии базируется световое мышление. Чем выше по уровням иерархии, тем возможности мышления становятся больше и больше. Что такое логическая трансформация мысли? Трансформация – это изменения. Логическая трансформация – это логические изменения. Мысль сама по себе меняется постоянно, но логика направляет ее на требуемое изменение. Какие преимущества дает логическая трансформация мысли человеку по сравнению с обычным способом мышления? Можно мыслить не логически, а хаотически, сумбурно. А логическая трансформация мысли всегда ведет к цели по определенным ступеням логических умозаключений. Мысль же не прыгает ни вперед, ни назад, не мечется в разные стороны. Хаотическое мышление тратит очень много энергии впустую, на ложные варианты и может привести личность к гибели, так как не найдя правильного пути. Хаотическое мышление присуще людям с низким уровнем развития и больным. У больных оно возникает в связи со всевозможными нарушениями физиологических процессов. А у людей с низким развитием просто еще отсутствует опыт в умственных практиках, поэтому особая энергетика ментала не способна связать правильно воедино требуемые фрагменты одной ситуации, чтобы получить искомый результат. Неразработанная ментальная энергетика на подобные увязки в программе не способна, поэтому поведение действия таких людей в жизни чаще всего ошибочны. Пользуясь логической трансформацией мысли, всегда ли можно избежать ошибок или неверных шагов? Нет, не всегда. Логика тоже бывает запутывает. Чтобы не ошибиться, логику лучше соединять с интуицией сердца. Тогда не запутаетесь. Почаще спрашивайте свое сердце. От чего зависит сила мысли? От разработки ментальных энергий, от уровня развития человека. Откуда в человеке появилась способность мыслить? Деревья, например, как форма жизни, не обладают такой способностью? Душа человеком получает такую способность с начального этапа своего существования. То есть это закладывается в нее изначально. Но обращаю внимание, закладывается только способность мыслить, и не более. А все остальное душа должна развить в себе сама. То есть должна превратить способность в возможность мыслить широко и глобально. То есть способность мыслить развивается в ходе эволюционирования? Да, безусловно. А не было ли у вас таких экспериментов, в которых высокое мышление закладывалось сразу в матрицу? Вот, например, появление в нашем обществе детей-вундеркиндов не свидетельствует о подобном эксперименте. Нет. Дети – это другое. Но, конечно, у нас были самые разные эксперименты. Было такое. Вы имеете в виду ускоренное мышление. Но все должно находиться в строгом соответствии. Дело в том, что для каждого конкретного мира требуется и определенная скорость мышления. Поэтому для любого мира мы разрабатываем и соответствующую скорость развития. Если же душа в теле будет опережать свое общее развитие, то тело начнет мешать матрице. В этом случае душа будет умнеть не по дням, а по часам, а тело станет ей уже мешать и развиваться дальше. И тогда душа будет стремиться покинуть его. А для выполнения программы это бывает нежелательно. Поэтому делается так, чтобы скорость мышления индивидов соответствовала общей скорости развития того мира, в который душа попадает. В одной из моих четырех вселенных существуют такие миры, где все идет ускоренно. Там и мышления ускоренные, и все процессы ускоренные. То есть не вся вселенная развивается ускоренно, а только отдельные миры в ней. Типы мышления других форм жизни. Мы привыкли, что только человек, как некоторая одушевленная форма, способен мыслить и заниматься умственной работой. Позднее мы узнали, что мыслят и животные, узнали о мышлении высших. Но существуют и другие формы живых существ, не похожие на нас даже приблизительно, но способные мыслить. Оказывается, даже на Земле существует типы мышления, которые человек не знает, и упорно отвергает сами формы, которым они свойственны, как нечто неживое и неудохотворенное. Что же нового поведали нам о мышлении других форм жизни? Свойственный ли процесс мышления животным? Некоторые ученые утверждают, что их поведение основано только на безусловных и условных рефлексах. Конечно, животные обладают мышлением, и при этом уровень мышления у них всех разный. Имеются умные животные, имеются менее умные. Степень развития их интеллекта определяется степенью развития души животного. Если животное воплощалось на Земле уже несколько раз, то оно обладает некоторым опытом в своих сферах бытия, и ум его всегда будет выше, чем у животного, которое воплощалось в этом виде один или два раза. Обладают ли животные импульсным кольцом, участвующим в процессе их мышления? Да, животные, как и человек, обладают импульсным кольцом или центромозгом. Он у них располагается также над головой и взаимосвязан с работой физического мозга. А растениям свойственно мышление? Нет, у растений оно отсутствует, но у них есть чувства. Растения живут чувствами. Свойственен ли процесс мышления минералам? Да, некоторые минералы превосходят по мышлению даже некоторых животных. У минералов тоже имеется импульсное кольцо? Нет, они устроены несколько по-другому. Процесс мышления у них осуществляется за счет поступления в их мыслящие оболочки космической информацией, то есть информации определенного рода, предназначенной непосредственно для них. оболочки их находятся внутри минералов. На что направлен мыслительный процесс минералов, если у человека он направлен на обучение, творчество, жизненные ситуации? У минералов мышление протекает совершенно не так, как у человека, а в несколько других формах. Вы сами должны понимать, что формы мышления существуют разные, и человек в этом плане не исключение. У некоторых кристаллов, например, мыслительная деятельность настолько сильна, что они способны воздействовать на человека и управлять слабыми личностями. По этой причине появилась магия камней. Кристалл – это особая форма жизни, не изученная людьми. Но в основном, в обычном состоянии, мыслительный процесс минералов направлен на работу, связанную с космосом, так как они получают из его глубин много необходимой информации и на те процессы, которые в них происходят. Ведь и человек тоже думает о том, что происходит внутри него. А это – всевозможные переживания, страдания, радости, вдохновения и прочее, о чем не подозревают другие. У каждой формы жизни личное свое. Земля наша – тоже мыслящее существо. Естественно, ее разум превышает во много степеней человеческий разум. Что собой представляет мышление Земли? Мыслительная деятельность планеты отличается очень высокой скоростью. В ней тоже задействован центр мозг, вынесенный за пределы ее физической оболочки. Планета мыслит очень быстро по сравнению с человеком. К тому же она обладает параллельным мышлением, позволяющим ей одновременно и быстро решать множество задач, число которых тоже зависит от уровня развития планеты. Но эти мыслительные процессы требуются различной виды энергии, которая производится специальной системой, находящейся в ядре планеты. С чем связано мышление Земли? С какими процессами? В основном Земля тоже занята переработкой космической информации своего уровня. Также ее мышление связано с творчеством, которое заключается в создании полезных ископаемых, в собирании сведений о жизни в физическом и параллельных мирах и передаче этих сведений дальше. У других планет мышление работает аналогично? Имеются аналогичные планеты с таким же типом мышления? Имеются и с другим типом? У других планет мышление работает аналогично? Имеются идентичные планеты с таким же типом мышления? Имеются и с другим типом? То есть существуют планеты без импульсного кольца? Они мыслят с помощью ядра, именно в нем сосредоточенных мыслительный аппарат, и вся умственная работа происходит внутри планеты, в самом ядре. А как обстоит дело с мышлением у более крупных форм, например, у Солнца? Оно тоже мыслит, как всякое живое существо. Ему принадлежит ядерное состояние разума. Что оно означает? Разум Солнца находится в ядре, как и душа. Ядерное состояние разума состоит в том, что разум все мысли-образы переводит на конструктивную сетку. И эта сетка затем в мысленном аппарате распадается на отдельные точки, которые приводят к одному. Поэтому подобным образом, через упрощение сложного, легче и проще усваивается информация. Какие преимущества дает ядерное состояние? Ядерное состояние разума по сравнению с человеческим. Их можно сравнивать как типы мышления, или они несоизмеримы. Сравнивать можно все. А преимущество состоит в том, что при ядерном состоянии легче идет усвоение информации. А кому принадлежит плазменное состояние разума? Им обладают плазмоиды – формы существ из отрицательных систем космоса. Шаровые молнии на Земле тоже имеют плазмоидное мышление? Нет. Может ли Солнце мыслить одновременно в нескольких измерениях? Может. В этом и заключается особенность его мышления, в отличие от мышления человека. Вспышки на Солнце – протуберанцы. Означают ли работу мысли звезды? Или это ее эмоции? Это эмоции. Общается ли Солнце непосредственно с другими планетами Солнечной системы? Непосредственно как Личность? Нет. Почему Солнце не имеет возможности общаться с планетами напрямую? Солнце стоит по уровню развития гораздо выше планет, поэтому у них не стыкуются типы мышления и понятий, а следовательно требуется трансмиссия энергии через посредника. Общение происходит как бы через переводчика, то есть через трансформацию разноуровневой информации. Уровни развития. Мы знаем, что учителя человечества, определители, обладают параллельным мышлением. Но человек, приближаясь в своем развитии к ним на последних ступенях эволюции на Земле, должен был бы приблизиться к определителям и по типу мышления. Поэтому возникает вопрос, был ли рассчитан мозг человека на параллельное мышление? Да, ваш мозг, обладающий такой мощной конструкцией, был рассчитан на очень многое в перспективе и, самое главное, на стопроцентную работу мозгового аппарата. Но люди не оправдали наших надежд. К концу пятой расы мозг человека должен был бы задействован на 50%, а он в основном работает только на 6%. Что же требуется, чтобы мозг работал на 100%? Человек должен очень много заниматься интеллектуальной деятельностью, интересоваться всеми науками о душе, о тонких мирах, развивать все свои наружные оболочки, умело пользоваться упражнениями по медитации. На одних материальных знаниях далеко не уедешь. Здесь, на Земле, нет такой информации, чтобы полностью задействовать весь объем мозга. И поэтому человек должен был научиться сообщаться с тонкими мирами, чтобы получать от них новые знания. И если бы он развил в себе медитационные свойства, то мог бы принимать информацию с других планет и миров. Если бы человек пошел подобным путем, в этом случае произошло бы совершенно другое развитие человечества. было бы сделано много новых открытий в самых разных областях. В шестой расе мы увеличим мыслительный потенциал мозга до 90%. От чего зависит степень развития интеллекта у человека? От уровня его развития. В процессе жизни личность приобретает какой-то опыт, знания, развивает в себе способность мыслить. Человек должен учиться этому долгим и упорным трудом. Человек, который не способен мыслить и живет только по программе, принадлежит к нулевому уровню. Всего же уровней развития для человека на Земле – 100. То есть, чтобы завершить свое полное развитие на земном плане, он должен пройти 100 уровней. Степень усердия душ, стремящейся к развитию, разная. Одни могут подниматься быстро по ступеням человеческой иерархии. Другие сначала поднимаются, потом деградируют и снова опускаются. Потом могут вновь подниматься. И это может происходить неоднократно в течение нескольких воплощений. Поэтому в ходе реинкарнаций личность может подниматься по уровням или опускаться. Но в течение одной жизни каждый человек подключен к своему уровню развития. Во сколько лет происходит подключение человека к своему уровню? В 5 лет? В 7? Когда ребенок начинает мыслить? С рождения. Дети подключаются к какому-то особому детскому уровню. У них всегда своеобразное мышление, отличающееся от мышления взрослых. Нет. Каждым ребенком руководит своя система. Но уровень, к которому его подключают в момент рождения, будет зависеть от того, как он поднимался по ступеням развития в прошлых жизнях. Чтобы человеку перейти в новое качество и попасть к вам, обязательно ли надо пройти все земные уровни снизу вверх? К нам обязательно нужно пройти через все ступени, от нулевого до сотого уровня. Но можно перейти в другое качество, не возвращаясь больше на Землю, и через другой мир, и не попасть к нам. Все будет зависеть от каких-то особенностей развития души. И тогда она останется на той ступени, до которой доразвивалась на Земле в ходе реинкарнации. В течение одной жизни человек может переходить с одного уровня на другой? Может. Уровень человека – это система знаний в определенных пределах или еще что-то? Для вас уровень – это в основном знания физического мира и духовное накопительство. Включает ли уровень действия человека? Действие включает характер человека и его воспитание. Но в основном они зависят от духовности личности, то есть какова духовность человека, таково его поведение. Уровни человека включают его духовное развитие, от которого зависит форма поведения. Хотя, конечно, если взять для сравнения высшие уровни, то там сами действия личностей будут другие, чем на земном плане. Поэтому, если говорить об уровнях иерархии, то каждому из них присуща совокупность своих действий. И сути на первом уровне иерархии будут вести себя не так, как, например, на двадцатом уровне. Это связано с тем, что меняется образ жизни сутей. А на земле все уровни перемешаны. И поэтому только наблюдательный человек сможет отличить различные формы поведения людей. К какому земному уровню подключены люди, которые не занимаются мыслительной деятельностью? У них имеется собственный уровень, который, естественно, ниже, чем у людей думающих. Подобные души необязательно являются низкими. Они стоят на одной и той же ступени, как бы остановившись в развитии. Они дошли до своего предела в данной жизни. Так как возможности у душ разные. Хотя ниже они могут опускаться. Потому что у них жизнь продолжается. Но надо сказать, что на той ступени, на которой они стоят, тоже есть подразделения на свои подуровни. Люди, которые не думают, тоже все разные по духовным качествам. Поэтому они на этой ступени подключены к разным подуровням. Поэтому каждый уровень, в свою очередь, подразделяется на подуровни. Дается ли опускающимся душам возможность эволюционировать? Да, возможность обязательно дается. Развитие идет. Но все по-прежнему зависит от самого человека. Каков процесс перехода мышления человека при переходе с сотого земного уровня на первый уровень иерархии? Как мышление переходит с работы физического мозга на мышление оболочкой? Подготовка к переходу происходит на земном плане. В совершенствиях, проходя сто уровней, человек развивает все свои тонкие оболочки и постепенно строит себя особым образом. Хотя подобный процесс самопостроения заложен в конструкцию человека высшими творцами материальной системы. Но когда человек попадает на первую ступень, все-таки какими-то частями его конструкцию дополняет, чтобы он лучше мыслил в условиях нового мира? Нет. Он все нарабатывает себе сам. Если же он не наработает определенное количество качеств, требуемых для мышления и новых понятий, то его на первый уровень иерархии просто не допустят. Он ничего не сможет понять в новых условиях. Набор же необходимых качеств, а следовательно энергии соответствующего потенциала, как раз и формирует его мыслительные структуры. Продолжение книги слушайте в следующем видео. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»